В своем предыдущем видеоблоге по этой теме я показал одного из бойцов вооруженных сил Украины, который, как минимум один из них, сейчас входит в проект, который является нацистом. Ну, я сделал такое предположение, во всяком случае, меня крайне смутила одна часть его одежды. Этот проект об этих бойцах делают совместно телеканал Украинский 1+,1 и издательский дом Эдипресс, в частности, его журнал Вива. И они осуществляют мечты этих раненых бойцов, отправляют их в Европу, в частности, отдыхать, а во Францию. Я обратил внимание на одну деталь одежды. Этой деталью одежды является вот реглан, и на нем изображение логотипа дивизии СС. Видите? Ваффен СС, Тотенкопф. И мне после этого начали писать, вот, видите, 3-я танковая дивизия, Тотенкопф. И мне после этого начали писать, что, возможно, это какая-то ошибка, может быть, ну, может быть, фотошоп, знаете, ну, мало ли что, может быть, бойца подставить хотели. И после следующей новости о том, что проект вот с фотографиями этих героев будет выставлен в Европарламенте в Брюсселе, я решил делом заняться всерьез. Действительно, в Европарламенте с завтрашнего дня, или уже с сегодняшнего, планируется сделать фото-выставку работ, на которых будут изображены эти герои, в частности, наш герой. Честно говоря, когда я увидел следующие фотографии этого проекта, я не поверил своим глазам, я подумал, что, может быть, у меня галлюцинации. Потому что, прямо на сайте телеканала размещено видео, и на этом видео мы без проблем можем посмотреть, что у парня наколото под регланом с эмблемой СС. Это череп со свастикой. Мы можем это видеть, это не российская пропаганда, мы на самом деле это видим, и на самом деле это несколько опровергает теорию, теорию, которую сейчас активно распространяют украинские посольства по всему миру, о том, что рассказы об участии нацистов в войне на Донбассе, это преувеличение. Ну, мы нашли нашего героя. Наш герой это Владимир Васянович. Вот сразу же заходим к нему на страницу ВКонтакте и видим банку со свастикой. Ну, и мы видим много чего интересного на самом деле. Посмотрите, вот это вот фотографии нашего героя. Обратите внимание, может быть, это не он, но я уверен, что в Европарламенте разберутся, он это или не он на фотографии. А возможно, сейчас, вот это вот про него статьи, материалы. Вот наш герой. Интересно, в Европарламенте заценят вот эти вот произведения на теле нашего героя? Идем дальше. Вот наш герой. Подождите, возможно, это не он, возможно, это просто какая-то пропаганда. Да нет, вроде бы как он. Наш герой вот в окружении своих коллег, как я понимаю, таких же героев в Европарламенте, оценят эту живопись на теле? В украинских новостях о нашем герое рассказывалось, что позывной у него Шуруп. На самом деле Шуруп, потому что некоторые там карикатуры на его страничке, я не понял сначала. А вот. Да, это про себя он. Шуруп. Ну, фотографии достаточно известных личностей. В Европарламент они тоже, наверное, поедут? Вот. Ну, чтобы лучше рассмотреть, что же там у него набито. Это она еще пока не в цвете, а потом забил это все цветом. Родина уже оценила работу героя. Кстати, вот это он набил. Можно же говорить, что, возможно, у него раньше такие взгляды были. Знаете, по детству что-то набил, а потом уже все, это совсем другой человек. Нет, потому что есть фотографии, где наш герой в больнице находится. И, как видите, побратимы собирают деньги на протез для киборго-разведчика правого сектора. Воин не теряет силы духа. Планирует через несколько месяцев вернуться на передовую. Как я понимаю, к ужасу местных жителей этот боец с позывным Шуруп вернулся таким. Теперь посмотрите. Грудь чистая. На руках, кстати, там есть видео, тоже никаких наколок нет. Не было еще тогда свастик. А вот после больницы вдруг внезапно появились вот здесь счет. Присылайте деньги, помогите. Я знаю такую легенду о том, что все эти бойцы в правом секторе, которые зиги бросают, которые со свастиками и на фоне Гитлера фотографируются, все они на самом деле человеколюбы. Это раньше, когда они были футбольными фанатами, занимались всякой чепухой. И фотографии старые, ну не новые. И вот с данным человеком это не получится, как и со всеми другими. Я не верю, что он был человеколюбом до ранения. Но вот эти вот все свастики, всю эту нательную живопись он наколол после больницы. Я зачитаю вам отдельные его комментарии в соцсетях. Я покажу вам отдельные фотографии этого человеколюба. Но самое главное, что в больнице он был без этого всего. А потом он осмысленно набил себе на тело свастики. И бог знает что еще. Родина высоко оценила заслуги героя медалями. Это наш герой в больнице. Вот смотрите. В Европарламенте надо просто повесить над входом, я считаю, в Европарламент. Обратите внимание. Циклон Б. Весна Одесса. Помним, любим, приедем еще. Ха-ха-ха. Ну, я думаю излишне напоминать о том, какая трагедия произошла в Одессе. И насколько я знаю сейчас, посольства Украины по всей Европе рассказывают о том, что это именно трагедия. Случайность. Вот молодой человек запостил у себя на стене банку с циклоном Б. Это тот самый газ, которым уничтожались люди в газовых камерах нацистами. Случайность, да? Идем дальше. Возможно еще чем-нибудь нас порадует наш герой. О, это не он. Это явно провокация. Так, что тут еще? Вот, красавец. Посмотрите еще, кто у нас тут есть. Доброго и верующего человека легко определить по крестику на его шее. 88 ножевых. Это просто исторический коллекционер, я уверен. А это так получилась, инсталляция такая. Это случайно. Я уверен, что нашим еврейским друзьям понравится вот это вот. А теперь я вам покажу один комментарий от нашего героя. Это тоже надо в парламенте, в Европарламенте зачитать. Лучше под стекло, знаете, вот так вот распечатать, под стекло и повесить на стену. Европарламентарии будут читать, я думаю, им очень понравится. Наш защитник Донбасса сейчас, вот он выскажет свое мнение. Тут его спрашивают, задают ему вопрос. Вова, было в истории 41-45 годов, вы восхваляете то, что принесло человечеству убийство более 100 миллионов человек. На что Владимир отвечает. Жаль, что на Донбассе живет меньше. Могли бы и переплюнуть. Жаль. Этот комментарий надо обязательно под стекло и в Европарламент. Жаль, что на Донбассе живет меньше. Могли бы переплюнуть. В уничтожении людей, имеет в виду Владимир. Ну, а теперь, чтобы снять вопросы о каких-то фотошопах и о каких-то там вселенских заговорах. Володимир на войну пішов добровольцем. Ну, хорошо, что не отказался. Нам на радость и на радость Европарламентариям. Они уверены, много чего нового узнают. Или, возможно, еще раз утвердятся в своем понимании происходящего. Ну, а теперь посмотрите, как журналистка одного из ведущих телеканалов Украины рядом со свастикой любезничает. Погодился, когда понял метод проекта. Может, раньше на людей инвалидов как-то по-другому смотрелся. Сейчас, возможно, немного изменилось в меня. Эти люди, с трудом выражающие свои мысли, всерьез считают, что они нацисты. Носители какого-то там гена высшей расы. Видео это все. Я абсолютно убежден, что журнал Viva, а также издательский дом Edi Press, тесно связанный с одним высокоразвитым европейским государством, смогут объяснить цель этого проекта и то, что в проект они привлекают откровенных нацистов. Я уверен, что это сможет объяснить телеканал 1 плюс 1. Ну, а в Европарламенте выставка фоторабот одним из героев, я надеюсь, что одним из героев, который является откровенный нацист, исповедующий взгляды нацистские и античеловеческие, я думаю, будет воспринято по достоинству и все сделают правильные выводы. Этот блок будет переведен на максимальное количество языков, я искренне надеюсь и я очень хочу, чтобы власти в Киеве были одернуты наконец-то, всерьез одернуты и признали, что в Украине существует нацизм. Этот нацизм носит уродливые, причудливые и абсолютно ужасающие формы и это пора признавать. Редактор субтитров А.Семкин